Начинаем мы с другой темы. Похоже, в Иркутскую область опять пришла зима. Крупные хлопья снега кружились в воздухе сегодня над областным центром и даже над головами жителей Байкальска. Про северные районы говорить нечего. Кое-где выпавшие осадки до сих пор не растаяли. Это видео разместили в интернете жители Ускута. Им сегодня пришлось протаптывать тропинки. Высота снежного покрова достигала 10 сантиметров. Похожую картину можно было наблюдать в Братском, Тайшетском и Нижнеудинском районах. Там люди даже переименовали в шутку «май» в «моябрь». Все это последствия циклона, который пришел к нам из Красноярска. Хотя снег в последнем месяце весны не редкость для нашего региона. По наблюдениям синоптиков он бывает практически ежегодно. Даже в последнюю декаду мая вероятность его появления почти 30%. В ближайшие несколько дней также погода ожидается неустойчивая. То есть это был не последний циклон, который проходил по нашей территории. Очередной холодный фронт мы ожидаем уже в пятницу 13 мая. Мы ждем с прохождением этого холодного фронта также выпадения осадков в виде дождя, мокрого снега по северным районам и снега. И усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер под Иркутском может помешать пожарным, которые пытаются тушить торфянники близ поселка Плишкино. Там работает почти 40 человек и тяжелая инженерная техника. Зали же загорелись из-за поджога сухой травы. Пламя едва не уничтожило несколько дачных домов, расположенных рядом в кооперативе. Поджигатели ищут полицейские. Других нарушителей пожарной безопасности тоже без внимания не оставляют. Только за сутки в Иркутском районе были оштрафованы 17 человек.